Сами переговоры и ход переговоров очень обнадеживают. Я думаю, что надо надеяться на то, что в конце концов будет заключено какое-то соглашение, которое будет учитывать интересы всех сторон, и, конечно, прежде всего Ирана, если мы говорим об Иране. Я думаю, что меня удивляет, и не только меня, а позиция Франции, которая вдруг почему-то решила, так сказать, как-то чего-то быть папой римского. Непонятно. Видимо, все-таки здесь какие-то у них мотивы свои в том смысле, что хотят себя позиционировать. Они и в Сирии что-то вмешиваются. В общем, позиции Франции не очень понятны, но я думаю, что если все-таки на них союзники как-то смогут повлиять, они тоже свою позицию должны изменить. Во всяком случае, мне представляется, что это угощение Ираном урана 25% вполне, так сказать, ну, в рамках дня все это нормальные вещи, ничего здесь страшного нет, и я думаю, на это могут вполне все согласиться. Ну, там есть, конечно, проблема, как я понимаю, с этим тяжеловодным реактором в Араке, но дело в том, что она тоже, мне кажется, в значительной степени такая надуманная проблема, вот, будет ли это, когда и будет это, для того, чтобы, если мы вдруг кто-то задумывать, или мы будем считать, что кто-то будет там плутоний производить, это, извините меня, очень долгая песня, потом непонятно зачем. Ну, так вот между нами. Конечно, я, наверное, уже не хотел бы, чтобы уже распространялся, да это всем понятно, вообще, привод, наверное, надо запретить, но никто же на это не идет, в том числе и великие державы, да, я уж не говорю о том, что есть в Израиле, есть в Пакистане, вот это, может быть, даже более для нас на Востоке опасно, уже на настоящий момент реальный, существующий, так сказать, угроза какой-то, которая, может быть, латентная, но надо учитывать. Ну вот, поэтому, как всегда, я думаю, что все-таки Иран проявит и проявляет постоянно мудрость и терпение, и в конце концов хочется надеяться, что это, значит, соглашение будет подключено, тем более, как мы там все чувствуем, понимаем, что это все-таки и Россия достаточно мощные, естественно, игроки, и пытается это соглашение все-таки до какого-то соглашения, переговора довести, я думаю, это очень положительный момент, в конце концов, если так уж говорить, то я думаю, что Иран в перспективе совсем не худший союзник для обеих этих стран. Ну, конечно, политика Соединенных Штатов – довольно сложная материя, как мы понимаем, но одно то, что они сейчас и идут на переговоры, и участвуют, и, может быть, это и приведет в перспективе к установлению каких-то декоматических отношений, хотя мы знаем, что и в Америке, да и в Иране, может быть, не всем это понравится, разный взгляд есть на эту проблему, но тем не менее, знаете, как мы говорим всегда, значит, даже плохой мир лучше, грубо говоря, хорошей войны, да, поэтому стремление вот найти компромисс, договоренность достичь – это всегда момент очень положительный, потому что вот бряцать оружием там, и как и Израиль сейчас всех напрягает опять, как будто им кто-то прямо угрожает, у них у ворот кто-то стоит. Ну, понятно, что риторика, наверное, такая антиизраильская, со стороны Ирана тоже, которая, во всяком случае, иногда слышится, она влияет на позицию израильского руководства. Ну, я думаю, там в основном какие-то вот собрались несколько ястребов, которые всех пугают, не очень, как бы, смотря на реальное положение дела, реальные возможности. Ну, будем надеяться, что все-таки переговоры принесут положительный результат, и вот это даже давление Израиля, оно все-таки окажется, ну, не столь существенным.